Идея организации кардиологического центра международного уровня в Шемкенте появилась еще год назад. Все это время прорабатывались детали работы будущего центра и вопросы его финансирования. Оперировать в нем будут как казахстанские специалисты, так и зарубежные хирурги мирового уровня, как, например, Илья Емиц, один из лучших кардиологов Украины. Я хочу сказать о том, что Илья Николаевич Емиц, это выдающийся хирург, последователь Великого Амосова, ученик его. И когда я работал с величайным полномочным послом в Украине 4 года, он провел 40 операций благотворительных для детей Казахстана. И сказал, это мой вклад в дружбу между казахским и украинским народом. Выбор строительства новейшего кардиологического центра в Шемкенте не случайен. Именно в нашей области рождается больше всего детей, а согласно статистике, на тысячу новорожденных 10 младенцев рождаются с пороками сердца. Украинские специалисты, которые будут работать в новом центре, уже оперировали в Южном Казахстане. А помимо этого имеют и большой международный опыт. Наша команда, которая здесь присутствует, мы оперировали и в азиатских странах, в том же Таиланде, Камбодже, Янмар, в России оперировали также. Это под руководством уже наших западных партнеров. Поэтому я думаю, что то, что мы подписали сегодня, это очень хорошее дело, которое даст на другом уровне продолжить то, что уже сделано за эти последние 5-7 лет. Спасибо большое за это доверие. Свой вклад в лечение кардиологических болезней внесут и швейцарские врачи фонда «Сердце Евразии», также подписавшие меморандум. Этот фонд известен своей благотворительностью и уже помог оборудовать немало медицинских клиник. Теперь дело осталось за областными властями, которые должны выделить землю под строительство центра и решить вопрос с его финансированием. Даня Архудайбергенов, Придар Жанусканов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отран».